Привет, мои хорошие! В новом видео я хочу вам рассказать немного о системе пищеварения и как мы можем ей помочь. Точнее, я покажу вам, а вы будете со мной вместе все это делать. По каким причинам у нас может страдать система пищеварения? Ну, начнем с самого простого. Она может страдать от того, что мы пьем недостаточно воды. Дело в том, что вода является единственным растворителем пищевых компонентов. Она доносит пищевые компоненты до клетки, она растворяет продукты метаболизма клетки и выводит продукт метаболизма из организма. Если мы не пьем достаточное количество чистой воды, наши клетки начинают плавать в болотце собственных испраждах. И все системы начинают от этого страдать. Возьмите в расчет, что на килограмм веса вам нужно выпивать 30 миллиметров чистой воды. Ничто не заменяет чистую воду. Ни соки, ни чаи. Что мы едим напрямую влияют на наше пищеварение. Важно понять, что не может быть нарушен только один орган. Все влияет на все. И как один орган, в котором какая-то дисфункция будет влиять на все органы пищеварения, так же это будет влиять на все системы нашего организма. Помимо неправильного питья, режима питья или питания, проблемы с пищеварением могут быть обусловлены проблемой в позвоночнике. Дело в том, что каждый позвоночник имеет представительство во внутренних органах и наоборот. Если нарушено положение определенного позвонка, нарушается иннервация внутренних органов, и это приводит к нарушению пищеварения. Так же нарушение пищеварения может зависеть от неправильной положения диафрагмы, от напряженной или расслабленной диафрагмы. Так же область тазового дна влияет напрямую на пищеварение на внутренние органы живота. Так же неработающая стенка живота, то есть мышцы живота, которые находятся в дисфункции, они влияют на функционирование внутренних органов. Так же мышцы спины, а точнее мышцы поясницы, которые находятся в гипертонусе, или подвздошно-поясничная мышца, которая находится в тонусе, будет влиять на систему пищеварения. Конечно, наше эмоциональное состояние влияет на пищеварение. Дело в том, что каждый орган, он является вместилищем определенных непереваренных эмоций. Даже существует такое выражение. Я не перевариваю этого человека. Речь, естественно, идет о нашем эмоциональном реагировании. И не могу сказать о человеке, вот этот человек просто язву. Даже само понятие говорит о принадлежности определенного характера к определенным органам. Соответственно, когда мы прорабатываем систему пищеварения осознанно, мы можем высловодить наши органы от непереваренных эмоций. И в том числе энергетический дисбаланс может также влиять на систему пищеварения. Упражнения, которые я вам показываю, работают глобально. Они работают не только на физический уровень, не только на эмоциональный, не только на энергетический. Если вы правильно делаете все упражнения, если вы делаете их регулярно, то улучшение будет системное. Важно делать только это регулярно. На ширине плеч или на ширине таза, но не шире. Руки на животик. Закрыли глазки. И несколько мгновений остались закрытыми глазами, перенося внимание на живот, делая медленные глубокие вдохи и выдохи. Хорошо. Немного наговора в глаза и помещаем большой палец правой руки в пупок. Левая рука охватывает правую кисть и большой палец левой руки убирается в большой палец правой. Вот таким образом. И теперь мы на выдохах слегка надавливаем большими пальцами на пупок, внутрь и чуть-чуть вниз. Ставим расслабить живот. Вдох, вдох, наполняем. Легкие, живот чуть-чуть выталкиваем большими пальцами. Выдох, опять нажимаем. Вдох и выдох. Вдох и выдох. После последнего выдоха остались с большими пальцами в глубине живота и даже когда мы вдыхаем, не даем большим пальцам отдаляться от позвоночника. Мы как бы хотим большими пальцами поставить до позвоночника. Это возможно. Теперь медленно опускаем. Медленно, медленно, медленно. Контролируем расслабление. И когда живут полностью расслаблены, отпустили ручки вниз. Хорошо. Сгибаем коленки. Опираемся большими пальцами с внутренней части колен, а остальными пальцами с наружной части колен. Вытягиваем позвоночник. Концентрируем все на животе. И сейчас делаем 10 активных вдохов и выдохов. На вдохе стараемся живот как бы раздуть, как мячик. А на выдохе сократить пульс седрюшного пресса. Давайте вместе. Расслабились. Приподнялись вверх. Вдохи. Далее дыхание вернулся в естественный агус. Расслабление. Хорошо. Опять сгибаем колени. Опираемся над коленем. Таким же образом. И теперь делаем полный выдох. И после полного выдоха задерживаем дыхание. И на задержке дыхания пытаемся сделать вакуумное втягивание от живота. Вакуумное оттягивание от живота происходит, когда мы после остановки дыхания без воздуха делаем механический вдох, но воздух при этом в легкие не заходит. Таким образом происходит вакуумное оттягивание от живота. Когда вы делаете выдох, вы пользуетесь мышцами живота, они напрягаются. Когда вы остановили дыхание и делаете механический вдох, раскрываете легкие, при этом не вдыхая, ваш живот должен быть полностью расслаблен. Давайте попробуем вместе. Вдох. Выдох. Задержка. И втягиваем. Медленно опустили. Поднялись. Вдох. Вверх. Руки. Выдох. Еще раз. Полный выдох. Задержка. И вакуумное оттягивание. Поднялись. Расслаблено. Вдох. Руки через стороны вверх. И вниз выдох. Третий раз. Руки через. Поднялись. Руки через живот вдох. И выдох. Опустили руки на колени. И теперь мы делаем полный выдох. Задержка. Вакуумное втягивание живота. А потом на задержке мы вдохиваем живот. Как бы надуваем животик. И опять втягиваем. И делаем так несколько раз. Последний раз перед вдохом. Втягиваем живот. Поднимаемся. Расслабляем животик. Делаем вдох. И с выдохом опускаемся. Давайте делаем вместе. Вдох. Полный выдох. Задержка вакуумная втягивание. И начинаем помпировать. Отпустили живот. Вдох. Через сторону выдох. Еще раз. Задержка втягиваем. И помпием. Вдох. Выдох. Последний раз. Отпустили. Вдох. И выдох. Медленно опускаемся вниз. Опустились на коленки. Пальцы убрали. Сели на пяточки. Вот таким образом. Теперь. Мы работаем с прикреплением прямой мышцы живота к плотному симфизу. Сначала мы правую ладонь прижимаем к животу. Она смотрит вверх. А левый кулак опускается на правую кисть. Мы как бы вдавливаем кулачком кисть вниз и в живот. Делаем вдох. Вытягиваемся. На выдохе наклоняемся животом на руки. Здесь важно не изгибать спину, головой не уходить вниз, плечами не уходить вниз. А наоборот стараться с поясницы прогнуться и руками уйти в живот над лобком и внутрь. Поднимаемся на вдохе. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Выдох. В этом положении остались. Опустили голову вниз. Расслабляемся. Концентрируемся на ощущении, где кулачки, где руки давят на живот. Нижняя часть живота. Стараемся дышать как можно глубже и медленнее. И медленно поднялись на вдохе. Теперь попытаемся пропальпировать зону ломного синтеза. То есть от центра лобка мы как бы давим на сам лобок и над ним немножко заходим в глубже лота. И пальпируем, проходя по косточке с одной стороны и через центр с другой стороны. Обратите внимание на чувствительность. Там, где у вас есть явная чувствительность или боль. Вам нужно остаться на этой зоне, на зоне ломной косточки и прикреплении связочек к этой кости. Нужно проработать до исчезновения боли. Это может взять до двух минут. Боль, если есть, она проходит. И если вы будете регулярно делать это упражнение, то в течение двух-трех недель она исчезнет и не будет больше возвращаться. Хорошо. Проработали. Достаточно. Идем дальше. Мы уходим ручками в подмечевидный отросток. Здесь находится так называемый кардиальный сфинктер. Через этот сфинктер, через пищевод, пищевой комок попадает в желудок. Мы упираемся в основном средними пальцами. Делаем глубокий вдох. И на выдохе немножко проседаем. Как бы стараемся корпусом насадить себя на пальчики. Вдох. Немножко раскрыли грудную вверх. Мы чуть-чуть растягиваем в стороны пальчиками. Выдох. Нажимаем. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Достаточно. Если вам неудобно сидеть в таком положении, вы можете сесть в любое удобное для вас положение. Даже в поводу того, что вы сидите просто на ступочек. Идем дальше. Мы помещаем наши пальцы домиком на нижние ребра, на их среднюю часть. И теперь на выдохе мы точно так же, как мы стараемся насадить себя на пальцы. Вдох. Приподнимаемся. И чуть-чуть оттягиваем ребра в сторону. Выдох. Расслабляем живот. Стараемся насадиться на пальцы. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Выдох. Последний раз. Вдох. Медленно расслабились. Опустили руки на коленки. Следующее упражнение. Мы заводим левую руку за спину и беремся за правый локоть изнутри. Правая рука, большой палец внутрь. Сжимаем кулачок и прижимаем кулачок к кубку. Делаем глубокий вдох. На выдохе наклон. Мы как бы прижимаем животовую руку к центру и к правой стороне живота. Под ребрами. Вдох. Выдох наклон. Вдох. Выдох наклон. Вдох. Выдох наклон. Вдох. Последний раз. Выдох наклон. Остаемся в легком прогибе и дышим глубоко. Стараемся надавить нашим вдохом. То есть за счет вдоха надавить на правую руку. Медленно поднялись вдох. И на выдохе скрутились влево. Недленно в центр вдох. Отпустили руки. Другая сторона. Правая рука за левый локоть. Правая кисть. Большой палец внутрь. Сжали кулак. Прижали его к кубку. Глубокий вдох. Выдох наклон. В легком прогибе. Стараемся от животом надавить на кулак. Вдох. Поднялись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. Теперь выдох. В легком прогибе. И остались в этом положении. Дышим медленно и глубоко. Медленно на вдохе поднялись. На выдохе скрутились вправо и остались скручиваниями и дышим несколько раз. На следующем вдохе возвращаемся. Отпускаем руки. Следующее упражнение. Руки. Обе в кулаке. Прижали кулачки по бокам от пупка. Глубокий вдох. Выдох. В легком прогибе наклоняемся. Расслабляемся. Вытягиваемся. И кулачками стараемся вдавить в пупок и вверх. Вдох. Поднялись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Выдох. Остались в этом положении. Медленно поднялись на вдохе. Расслабляем руки. Приподняли таз. Большие пальцы мы внутрь. И чуть-чуть развели коленки. Теперь. Мы пальчиками упираемся над лунной косточкой. Как бы над крыльями таза. Большие пальцы сверху и немножко назад. А остальные пальцы идут вниз. И мы как бы стараемся как рубашку заправить штаны. Надавливаем вниз. И немножко расслабляемся. Переходим чуть ближе к центру. Надавливаем вниз. И расслабляемся. И еще ближе к центру. Вниз. И расслабляемся. Отходим чуть-чуть в стороны. И расслабляемся. И еще чуть-чуть в сторону. И расслабляемся. И прямо под крылья таза заходим. И расслабляемся. Хорошо. Теперь берем себя за нижние ребра и попытаемся сделать подобное упражнение. Заходим пальчиком под ребром и выдох. Слегка расслабляемся. Чуть-чуть больше эффекта. Выдох. Слегка расслабляемся. Еще больше эффекта. Выдох. Слегка расслабляемся. Немножко в сторону. Вдох. Расслабились. Раскрылись. И еще раз. В сторону. Вдох. Расслабились. Теперь взяли себя за талии. На выдохе сокращаем талию. Уходим в пупок. Заходим пальцами внутрь и расправляем, надавливая пальцами на живот в сторону. Это вдох. Выдох. В центр. Внутрь. В стороны вдох. Выдох. В центр. Внутрь. В стороны. Вдох. Прекрасно. Руки назад. Приподняли коленки. Опустили таз. И теперь попытались прижать ноги к корпусу и вытянуться вверх. И в таком положении с вытянутой спиной дышим медленно и глубоко, стараясь с животом оттолкнуть от себя ноги. Дышим медленно и отдыхать. пяткам приподняли ножки и теперь в этом положении кто может выпрямили полностью ноги вперед кто не может ножки согнуты и руки по бокам от голени либо прямые ноги либо согнутые голени продать на пол держим хорошо согнули коленки оставили стопы на пол и левая рука ушла назад правая за колено снаружи вытягиваемся вверх вдох выдох скручиваемся через левое плечо и остаемся в этом положении ощущайте как ваши внутренние ордены скручиваются вместе с позвоночник медленно в центр вдох правая рука ушла назад левая взялась за правое колено вдох вытянулись выдох скрутились взгляд назад через правое плечо дышим медленно и глубоко медленно вернулись в центр теперь сели удобно ручки на животе закрыли глазки все внимание в область живота мы стараемся дышать как бы через руки в живот и дополнительно направляем внутреннюю улыбку в область живота хорошо после этого можно лечь на спинку и хотя бы минутки три полежать в расслаблении и в осознании того что с вами происходит это упражнение желательно делать ну хотя бы пять раз в неделю желаю вам прекрасного пищеварения если вам было интересно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на наш канал если у вас есть заказы на новые темы новые видео комментируйте буду рад нам стэ будьте счастливы за все хоро все я